привет друзья привет подписчики жители ютуба а также прохожие а также ребята те которые собрались менять радиатор на автомобиле тойота либо этой марки либо другой марки ну суть замены радиатора у всех можно сказать одна значит побежала у меня на моей ласточки на моем автомобиле радиатор верхний бачок купили радиатор привезли обошелся он мне вместе с пробкой 2 800 наших русских деревянных рублей фирму я сразу рекламировать не буду не знаю как она сама себя покажет радиатор вышел 2 600 и пробка радиатора 150 рублей значит произошла мне вот такая вот ребята причина сейчас я вам обозначу и расскажу все по порядку вот он ребята сам непосредственно радиатор первая течь течь или как или первое отверстие которое лопнуло было вот здесь вот видите я уже клею так что могу сказать сразу ребята смысла нет и не вижу клея все равно это все побежит смотрите как шатается все это видите сопливит ну я хотел сказать не это я хотел сказать следующее вот видите микротрещинки на верхнем бачке это первый признак говорит о том что надо менять радиатор лопнуло у меня такая же трещина взвесит не знаю может быть пробка не сработал клапан может быть ему действительно пришло хана но суть одну понял точно что любом случае его приходится менять и и вторая трещина у меня вот она здесь вот она ребят видите где мокреет замокрела антифриз убегает убегает антифриз и решили заменить автомобиль марки тойота виста св-43 4 мд так радиатор мне привезли ребятам такой фирмы сад не знаю посмотрим как он вообще себя зарекомендует это не реклама фирмы сейчас распакуем и посмотрим что вообще за радиатор ну то есть и как мне говорили ребята менеджеры этих фирм что ставят все и берут все кто у кого вы говорите на сколько денег хватает еще раз я повторюсь обошелся у них по 2 600 350 рублей пробка там 2 600 копейками короче грубо говоря в 3 вылезла бушный контрактный радиатор на автомобиль тойота виста также камри он стоит бушный радиатор канет то есть как он называется контрактный по-моему да если мне память не изменяет 3000 стоит а новый стоит 2 600 с копейками так что сейчас распакуем и посмотрим ха забыл показать пробочка вот такую пробочку вот новую мне купили ребята в володе конечно огромное спасибо володя если ты не не слышишь володя мне покупал это все такой же фирмы бобиль ну или к 0 9 и давление 0 9 атмосфер ну первую очередь ребят надо чтобы все это как говорится тосол остыл пока остывает мы сейчас перейдем к распаковочке так ладно пробочку мы убираем что ребят перейдем к распаковке радиатора ножницы я не нашел и ножек нашел возможно такой топорик я вам тот раз не показывал когда обзор топоров своих делал так как я просто забыл про него такой топорик еще хороший лезвие держит острый нормально топор и распаковываем радиатор или не радиатор о мой гарри ребята смотрите как упаковано все какая красота упаковка просто супер смотрите друзья все все приклеены оба на даже так дальше так да я смотрите как красиво и хорошо впаянный радиатор то смотрите чтоб ничего не помялось вот тут еще какие-то ништяки лежат это мы посмотрим что такое достойно упаковано сами видите друзья вот я не знаю что это такое но это по ходу мы посмотрим что и куда это так значит следующие здесь у нас тут еще какая-то трубка идет так значит сливается у нас все верно снизу тоже какие-то штуки даны на что-то ставится это не сейчас разберемся так как я произвожу замену первый раз хорошо все упаковано просто счастлив фирма сан достойная видать фирма сан достойная видать вот набью набью вот здесь вот еще а она крепится ребята снизу эта трубка специально все продумано я думаю для того чтобы не завоздушивала жидкость перетекала то есть по снизу по трубке еще вдобавок это я по крайней мере я так думаю так сейчас уберем целых и так знаю мне вот ребята говорили что и на лесу ставили уже два года ездил в Носатовском проблем нет никаких ибо вроде фирма нормальная простите что нужно нету со жницами под рукой запаяли то целлофаном упаковали то на твердую пятерочку даже ребята я могу сказать вам короче я так понимаю что это нужная запчасть вот сюда она может быть переворачивается а может быть и нет не знаю посмотрим сейчас так как я первый раз ребята радиатор меняю это все походу получается что он железный у нас да железный вот такой вот новый ребята радиатор тонкий смотрите какой вообще тонюсенький вот друзья смотрите это я потом покажу какой тонкий но родной потолще значит перейдем непосредственно к разборке радиатора и снятие отключим вот эти болты все видимые болты снимаем расширительный бачок сейчас посмотрим пробочку открутим давление в нем нету это я могу точно вам сказать так как радиатор у нас получается дырявый так снимаем вот эту штуки снимаем вот эту откручиваем видимые вот эти болты я думаю все таки наверно сначала надо слить а потом уже раскручивать ну что друзья значит открутил я радиатор вверху снял два штекера с вентилятора вот один штекер вот он второй штекер убрал я вот такие вот склобы верхний который держит непосредственно радиатор открутил снизу через вот такой вот краник слил я антифриз значит вот по этим штукам я ошибся ребята значит это служит для того чтобы охлаждать непосредственно масло в коробке передач в автомате значит она вот так вот идет в комплекте шли еще вот такие ребят трубки это охлаждение на коробку автомат на дикстрон который там залиты значит они держатся у нас как один вот так вот идет а другой идет вот так вот два шланга я снял и заглушил их колтом на 10 снизу он ни на чем не крепится просто устанавливается в резиновые колодки по идее мы открутили здесь все сверху и одним движением руки он нужно просто сняться вверх аккумулятор не говори а я не так не хотел аккумулятор снимать ребята в принципе патрубок нижний не откручен да вот придется нам сейчас убрать нижний патрубок про него я забыл ребята открутили бы патрубок сняли тут просто нажимаешь и все все очень легко вот такой вот старый японский радиатор что у нас там маленькая антифреза осталась да? ну конечно остатки да у меня есть еще есть удалить с русиной камбри ну че теперь откручиваем раз болт два три четыре пять а здесь он просто вставляется вообще все просто чем нравится иномарке раз а там поди еще а нет там нету датчика на винтипеллер на винтипеллер сейчас продолжим так на винтипеллер там а и там там так и и и и и и Откручиваем датчик, ребята. Чистенький, смотри, как милый почти. Со старыми дырками. Не, ну а что он? Нет, нормально что ли. Это же не русский газик, где вода залита была, там хлопьями сейчас осыпался весь. Ну да. Так, что будем моим герметиком мазать? Японцы, не японцы. Ну ребят. Датчик японский, радиатор китайский. Да, и скоро машина такими темпами станет китайской. Да, машина станет скоро лифаном, короче, из листов лифана превратится. Решили мы маленько герметиком мазануть для профилактики, чтобы уже наверняка потом голову не парить, откуда может побежать. Лишнее мы вытираем и заворачиваем. Так, ключиком затягиваем. Оба! Сильно не тянем. Потому что, да, вроде похоже, что это пластик все-таки обыкновенный. Зря кого обтираешь. Не, нормально, все равно там же резинка уплотнительная стоит. Засохнет снизу, никто ничего не видит. Так, ну и, ребят, самый такой ответственный момент, момент аморы будет. Не перепутай их, не станет. Да. Ты на другом не поставишь ее. А я поначалу думал специально, чтобы соединялась эта штука. Я же не знал, что это для коробки сделано. Для охлаждения масла. Так, что там вот там? Она же только для охлаждения, она еще и для нагрева. Машинка, когда стоит на холодном, греется. Ну, она греется. Масла тоже греется, коробку прогревает. Представляешь, а я не знал. Ну, ничего. Век живи. Век чисти. Совершенно верно, мой юный друг. Прикрутил я эти непосредственно трубки, которые идут на охлаждение с коробки автомат. Охлаждаются декстрон, то есть масло. Все поставил. Это не для антифриза, эти трубки были изначально. Но это я как бы предполагал, я просто мог ошибиться как раз вам еще раз говорю. Так, значит, прикрутил я один вентилятор, который идеально подошел. Второй вентилятор пришлось нарабатывать, по болтам не совпадало. Вот этот болт расточил вот таким, не болт, а отверстие под место, под болтик, пришлось мне обработать круглым напильником. Непосредственно сейчас мы все это собрали в куче. То есть время у нас ушло где-то минут, наверное, 10-15, не больше. И сейчас будем непосредственно устанавливать весь этот радиаторный блок. Сейчас также оденем патрубок нижний. Установили мы новый радиатор. Новый радиатор оказался потоньше, чем старый. Сейчас я вам покажу старый радиатор. У него бачок, вот смотрите. У него верхний бачок посушили. Пошире, шире бачок. Мы не знаем, как покажет, не покажет. Вот смотрите, обратите внимание, какой здесь бачок, такой здесь бачок. Здесь вот я еще раз говорю, вот в таких вот царапинах он был. Это первый признак, менять надо радиатор нужно. Здесь вот он у меня лопнул. Ни холодная сварка, ни клей ничего не поможет. Даже не мучаетесь клеить. Это я вам говорю из своего опыта. Этот пластик еще можно запаять, как-то и боксидкой заклеить. Это пластик. Китайцы вообще молодцы. Так, сейчас мы закручиваем два вот этих крепления. Так, губочки мы здесь ставили. Все это мы вставили. Они играют роль подушек для радиатора. Если посмотреть, вот тут видно резинки. Вот он на резинках, вот он на резинках вот этих играет. И нету бей, небольшого, что удара нету конкретного. Ну, нормально, прям хорошо. Да, конечно, это нормально. Лежался. Ну, играют роль подушек. Еще не прикрепился. Ну, в принципе, подошло все нормально. Только, ребят, пришлось заменить штатный хомут. Вот он, такой хомут. Так как здесь вот сам диаметр, патрубка вот этого пластмассового меньше, чем у родного. Родной хомут он зажимал, но патруба крутился. Этот не крутится. То есть нормально все здесь. Так, все здесь мы затянули. Это мы поправим. Это тоже все здесь нормально. Ну что, устанавливаем расширитель. Здесь я что-то перелил, видишь, сколько много. Ну, вот этот расширитель сразу вылил. Ну, а сейчас мы это в радиатор. Переем. О, смочили новый радиатор. Выливай все. Почему все? Все выливай. Нет, все, уровень. Зачем? Ты вливай все. Тебе все равно потом, Жень, он тебе все равно потом все заберет радиатор. Пока все, воздух весь выгонит. Нет, пусть маленько останется. Звезай. Не зря. Ну, смотри, дело хозяйское. Не учаться. Так, сейчас мы это введем. Опа. Все прям заходит, прям как у Аннушки. В аптеке. Нет, смотри, тоже слабенький. Вот, ребят, видите, один минус этого радиатора. Заходит и выходит. Заходит и выходит. Сюда придется тоже... Аборешь, Ванечка, чуть-чуть. Нет, его... Да, здесь шланг обрежь все, чуть-чуть. Нет, а я обрезать его не буду. Оставь штатный хомут. Штатный хомут всегда надежный. Пружина, тот оборвется, день-то на дороге и все. Блин, резать-то неохота его. Чуть-чуть, маленечко можно. Так, а теперь мне не хватает сил сдавить хомутик. Хорошие пассатижи вот эти. Эх! Чик. Ну, вообще все четко, как в аптеке, да? Так, ну что, заливаем антифриз, ребят, и будем сейчас смотреть. Ну вот, друзья, заменил я, ребят, ушло на все про все два часа. Два часа ровно. Ну, теперь так покажет. Будем ездить, наслаждаться. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, будем общаться. Ну, я себя не считаю спецом. Как смог, я так рассказал, вам показал. С какими трудностями можно столкнуться на данном автомобиле по замене радиатора. Единственный косяк был, что пришлось маленькое отверстие напильником подработать. А так все идеально, все ровно. Как будто здесь и был. Все, тепленький, давление держит. Долили маленько антифриза. Всем пока, ну и, как говорится, до новых встреч.